МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но дело в отношении распространителей самодельных пятитысячных купюр. Вот это клуб. В одном из рязанских увеселительных заведений полицейские накрыли настоящий притон. В Рязань привела икона преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей святого. А теперь обо всем по порядку. Сегодня в Рязани горел автомагазин. Разговоров в этой связи по городу хватало, поэтому приводим официальные известия и оперативные видео. Пожар в автомагазине произошел сегодня утром. Практически сразу на место возгорания прибыли пожарные расчеты. И довольно быстро спасатели сумели справиться с огнем. Пострадавших нет, причины пожара сейчас устанавливаются. А вчера в половине пятого произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Вокзальной. Горела лоджия на четвертом этаже. Пламя начало распространяться и на балкон пятого этажа. Однако прибывшие на место пожарные эвакуировали жителей подъезда из задымленных квартир. И примерно за 10 минут потушили огонь. Пострадавших на этом пожаре также нет. Еще есть тревожные хроники. В районном суде Московского округа Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух горячих парней из южных регионов. Занимались деятели деньгами, но отнюдь не в смысле банковских услуг. Уроженец Дагестана и гражданин Узбекистана. Интернациональная команда занималась перевозкой и сбытом фальшивых пятитысячных купюр. Один раздобыл поддельные деньжат, второй помогал их всучить допропорядочным гражданам. Дело получило широкий резонанс, поскольку речь идет о почти сотне поддельных пятитысячных. Так и бюджет города недолго было подорвать. Собирала комментарии и опрашивала экспертов в связи с делом о фальшивом денежном изобилии Оксана Тебенихина. В Московском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих сбытчиков фальшивых купюр. Узбекистан и Дагестан скрепили свой союз преступным сговором. 92 пустышки номиналом 5000 рублей были на руках преступников в полном их распоряжении. Задача проста – разменять как можно больше бумажек. На момент задержания они успели сбагрить 12 купюр, заработав при этом 47 тысяч рублей. Двое жителей Московской области 14 ноября 2013 года приехали в Рязань с целью сбыта поддельных пятитысячных денежных купюр. С собой они в общей сложности привезли фальшивых денег на сумму около 460 тысяч рублей. Приехав в город Рязань, эти двое молодых людей ходили по гипермаркетам областного центра и сбывали фальшивые купюры, покупая незначительные стоимости товары, расплачиваясь за них пятитысячными денежными билетами. Рязанский суд был справедлив и строг к фальшивым монетчикам. Московский районный суд города Рязань назначил виновным наказанием. Данцбергу в виде трех лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей. С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Даниилов в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей. С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рязанский Роспотребнадзор на сегодня не имеет оснований проверять деятельность рестораном быстрого питания «Макдональдс». Об этом нам сегодня по телефону сообщили представители ведомства. Запрос был нами сделан в связи с появившейся информацией агентства «Интерфакс» о том, что в результате проверки, проведенной в Великом Новгороде, только в отношении двух ресторанов «Макдональдс» были составлены 11 протоколов об административном правонарушении. По итогам проверки Роспотребнадзор подал иск в суд, чтобы запретить производство и реализацию продукции, не соответствующие действующим требованиям. Роспотребнадзор считает, что деятельность «Макдональдс» нарушает сразу несколько статей административного кодекса. По итогам проверок в Великом Новгороде, ряд должностных лиц «Макдональдс» были оштрафованы на 70 тысяч рублей. Ведомство направило в Тверской суд Москвы заявление, в котором попросило обязать «Макдональдс» привести информацию о продуктах в соответствии с их действительной энергетической ценностью. Суд намерен рассмотреть заявление в августе. В Рязани, напомним, пока претензии к «Макдональдсу» не предъявлялись. Зато у рязанских правоохранителей появились претензии к одному из городских увеселительных заведений. Не стало известно, а что этой ночью полицейские провели, как в народе говорят, маски-шоу в клубе «Джага-Джага». Выяснили, что здесь творятся дела очень сильно неправедные. Оказалось, что в заведении организована такая «Джага», что и сказать совестно. Оперативное видео и некоторые сведения об итогах полицейского мероприятия далее в программе. И наш город не обошла проблема, связанная с нечистоплотной деятельностью некоторых, скажем так, особых клубов. Рязанские полицейские выяснили, что в заведении с разухабистым названием «Джага-Джага» организовано оказание интимных услуг за деньги. Встреча девушек с клиентами организовывала администрация заведения. Работницы клуба приехали в Рязань за красивой жизнью и оплачиваемой любовью со всего региона. Получилось в итоге, конечно, не так красиво, как хотелось. Теперь уже многим сотрудникам «Джаги» будет недолюбовных у тех, как бы из салона на нары не переехать. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации, Организации занятий проституцией. Проводится расследование. Несколько слов, конечно же, стоит сказать о делах совершенно противоположных, вполне пристойных, более того, достойных, а может даже и героических. Продолжается экспедиция «Полярная дуга», организованная Рязанским региональным отделением Русского географического общества. Предмет научных устремлений наших странников – обнаружение и изучение геодезических знаков, оставленных на Шпицбергене более 110 лет назад участниками уникальной российско-шведской экспедиции. Занимались далекие предшественники уточнением формы и размеров планеты на Севере, а их деятельность, по мнению специалистов и современников, была сравнима с научным подвигом. Некоторые материалы пришли сегодня на электронную почту Олеси Харлиной от руководителя «Полярной дуги» главного рязанского путешественника, неутомимого и знаменитого Михаила Малахова. Вот что сказано в сообщении, в изложении Олеси Харлиной. Кто из наших земляков снимал самодельным беспилотником музеи Фрама и Контики с высоты птичьего полета? А вот у Михаила Малахова-младшего это получилось. Экспедиция «Полярная дуга» началась. Разлетелись по электронным почтам журналистов поэтичные отчеты. Сто лет назад на Шпицберген добирались по-другому. Более 80 лет потребовалось на то, чтобы люди решились продолжить работы по уточнению формы и размеров Земли на Севере. Цель экспедиции – узнать, что осталось от поставленных геодетических знаков. Первый же ледник встретил ученых с суровыми испытаниями. Один участник экспедиции провалился в трещину с ледяной водой, второго чуть не задавили оторвавшиеся сани. Но путешественников не остановить. Они продолжают высылать свои координаты, фотографии, делятся впечатлениями и обещают привести настоящий документальный фильм о своих приключениях. Еще про сегодняшние события, о которых стоит рассказать. В Рязанском Кремле торжественно встречали икону преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей святого. Она передана Рязанской епархии по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Икона Сергия Радонежского теперь будет постоянно пребывать в нашем городе. Сергий Радонежский в миру Варфоломей, по предположительным данным, родился в 1314 году. У его родителей было три сына – Стефан, Варфоломея и Петр. В свой срок в возрасте семи лет будущего святого отдали в обучение грамоте, однако дело двигалось туго, слишком бойко, непослушен был отрок. И здесь начинаются первые чудесные истории в биографии подвижника. Однажды, разыскивая заплутавших семейных лошадей, Варфоломей встретил одинокого монаха, который усердно молился в поле под дубом. Старые дымалы разговаривались, и Варфоломей пожаловался на то, что грамоты ему не дается. Тогда старец дал мальчику съесть кусочек просфора и сообщил, что отныне грамоту он будет знать лучше братьев. В предании сказано, что, получив благословение таинственного монаха, Варфоломей не только начал читать, но и хорошо истроенно петь псалмы. Варфоломей, уходя, старец сообщил родителям Варфоломей, что сын их будет славен перед Богом и людьми, и многих приведет вслед за собой к пониманию Божьих заповедей. Мальчик с той поры принял благочестивый образ жизни, много молился, соблюдал посты. После переезда семьи в город Радонеж и смерти родителей, Варфоломей принял монашеский постриг и новое имя Сергий. Жил он в пустыне посреди глухого Радонежского бора, построил церквушку во имя Святой Троицы, которая стала основой знаменитой впоследствии обители. Тихий, кроткий и мудрый отец Сергий снискал уважение не только простых людей, но и властителей. Он известен как примиритель враждующих князей. Благодаря его духовной деятельности многие правители, как сейчас бы сказали российских регионов, признали главенство московского князя Дмитрия и выступили совместно в битве на Куликовом поле, победив полчища Батыя. Отец Сергий также вдохновил и благословил на этот бой Дмитрия Донского. Дмитрия 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 и всея Руси Чудотворца, и живо святых отца нашего Василия, первого епископа Рязанского и всех святых землетрясений. К другим темам. В этот понедельник на сайте Рязанского госуниверситета были представлены полные списки абитуриентов. Прием закончился. Начался следующий этап вузовской работы. В РГУ сегодня был Глеб Галушкин. В конце минувшей недели завершился прием документов от абитуриентов приемной комиссии рязанских университетов и институтов. Начался первый этап зачисления на бюджетную и внебюджетную формы обучения. Пока зачислены ребята, которые займут целевые и льготные места. Надо отметить, что каждый российский абитуриент имеет право подать документы сразу в пять вузов и на три направления. Из-за этого момента пофамильные списки поступающих получаются весьма длинными. Потому и процедура зачисления студентов на первый курс весьма сложна. А для поступления в вуз необходимо принести оригинал аттестата об образовании. По этим спискам трудно сориентироваться. Они большие, объемные. Потому что каждый абитуриент имел право подавать в пять вузов и на три направления подготовки внутри одного вуза. Поэтому он найдет себя в этих списках несколько раз. Для того, чтобы легче сориентироваться абитуриентам, куда в конце концов отдать свои оригиналы документов образования, потому что приказы о зачислении на бюджетную основу происходят только по оригиналам документов образования. Оригинал у него только один. Вот, чтобы им легче сориентироваться, выделяются этапы зачисления. Также в этом году Министерство образования выделило для крымских выпускников десять дополнительных бюджетных мест. На эти десять бюджетных мест у нас претендовало пять абитуриентов, которые привезли нам целевые направления из Крыма. Они успешно прошли вступительные испытания и зачислены приказом о 21 июля. Это не те бюджетные места, которые выделили для российских граждан. Они у нас места не отобрали, это были дополнительные места. Первая волна зачисления студентов на выбранные ими специальности в РГУ состоится 5 августа. А до этого времени ребята должны определиться со своим выбором и принести в приемную комиссию все необходимые для поступления документы. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Информационная часть эфира продолжает программа «Подробности». Сегодня в студии проекта будет руководитель Рязанского комитета ветеранов военно-морского флота Василий Гришин. Речь пойдет о работе комитета и будущем строительстве храма на территории морского парка в Конещеве. А у нас на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова